Рев двигателей нарушил спокойствие Малой Царевщины в минувшие выходные. В излучине реки Сок состоялись всероссийские соревнования по водно-моторному спорту. Участники из девяти регионов страны боролись за звание лучшего как в командном, так и в индивидуальном зачете. Ровная водная гладь без единой волны – идеальное место не только для рыбаков, но и для отчаянных любителей скорости. Тихая гавань в излучине Сока стала пристанищем для тех, кто в хорошем смысле болен лодками и скутерами. Соревнования всероссийского масштаба проходят на территории Красноярского района уже третий год подряд. Действительно соревнования имеют большой такой резонанс. Молодежь подтягивается, это интересно, и мы будем дальше содействовать в организации проведения таких мероприятий. Сама конструкция и дизайн мотолодок сделан так, чтобы парить при наименьшем сопротивлении воды. Руль, педаль газа, тормоза нет. Рев мотора, скорость болида, брызги в перемешку с ветром в лицо. В этом вся романтика спорта. Но у такого куража есть и обратная сторона. Большой риск оказаться за бортом. Все решает грамотное вождение и тактика. Тут память тренируется, ты запоминаешь трассу, узлы. Умеешь ездить, водить, запоминаешь технику. Так же и в машине. В отдельности это не может нравиться. Это как все в совокупности, все вместе. И скорость, и вот все резко делать, повороты правильно заходить. Вот это все вместе, вот это как раз и единственное как бы то, ради чего ты этим спортом занимаешься. В этом году гонки были посвящены памяти ученого-конструктора, героя социалистического труда Николая Дмитриевича Кузнецова. Более 20 участников из 9 регионов страны боролись в заездах на мотолодках, скутерах и глиссерах. Взрослые спортсмены и юниоры прошли 4 гонки по 7,5 миль. Победителям и призерам вручили кубки и памятные награды от Федерации водно-моторного спорта и Министерства спорта Самарской области. Руслан Шарипов, Сергей Павлов, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Красноярский район.